Галина Пехота всю жизнь на велосипеде. Но время не стоит на месте. Наша героиня старается с ним шагать в ногу. Поэтому купила себе электросамокат. Сын посоветовал. Теперь только на нем и передвигается. На зарядку уходит три часа. Ее хватает на 50 километров. Плюс есть звонок, фонарик и корзина. Паркую. Ну, есть у меня замочек, если куда-то зайти в магазин. Здесь даже предусмотрена сигнализация. Но так вообще поднимаю на этаж. Он весит 17 килограмм. Это более удобная вещь. Легкая, подвижная. Удобно добираться на работу. В связи с нашими условиями, скажем так, в период пандемии, как исключение, меньше контакта. Гироскутер, Сигвей, моноколесо. Электротранспорт все больше завоевывает любовь белорусов. Что неудивительно. Одни плюсы. Легкие, экологичные, быстрые. И цены не кусаются. Стоит не дороже велосипеда. От 500 рублей. В использовании тоже прост. Справится даже ребенок. На нем приятно кататься. Можно разгоняться. Ну и удобно. А где ты на нем катаешься? Я катаюсь на специальных площадках. Вот детский парк, взрослый парк. Теперь об ответственности. Как и любые другие участники дорожного движения, владельцы электротранспорта обязаны соблюдать ПДД. Для участия в дорожном движении необходимо соблюдать следующие правила. Максимальная скорость не больше 25 км в час. Фонарь или фары. Исправные тормоза и руль. Их выполнение. Безопасность ваша и окружающих. Между пользователями устройств с электродвигателями и пешеходами ставим знак равенства. Следовательно, за нарушение правил их ждет штраф. До 87 рублей. За пьяное вождение – до 145. Существуют некоторые ограничения для передвижения таких категорий. Это нахождение в состоянии алкогольного опьянения и лица, не достигшие 12-летнего возраста, за исключением пешеходных и жилых зон. К слову, сегодня в Беларуси прошел день без автомобиля. По традиции, в столице водители могли бесплатно воспользоваться общественным транспортом. К акции ежегодно присоединяются многие страны мира. В 2021-м их больше 50. Главная задача – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.